всех приветствую мои родные любимые и сердце моим дорогие христолюбчики братцы и сестры во христе и все люди на земле всех приветствую всем желаю всего самого доброго всего самого светлого всего самого чистого что все вас было хорошо мира любви и радости добра терпения души в сердца в умы тела здоровья силы и крепости во все сферы вашей жизни желаю вам всякого блага у нас с вами сегодня ролик посвященный ну он является продолжением хотя ролик я говорю вам вам сказано в библии а я христолюб говорю вам который вы можете найти на этом канале я записал еще где-то две недели назад он опубликуется только завтра но сегодня сегодня 19 января 2020 года завтра выйдет этот ролик но я решил в догонку к нему все-таки продолжить тему и записать еще одно видео и в нем продолжить тему я в принципе конечно же подобные мысли уже не раз высказывал в разных формах разными словами но сегодня хочу еще продолжить во первых конечно же я так как две недели трофе назад писал я не все помню кто последовательно будет либо в премьерах смотреть либо потом в плейлистах через года возможно да я уже не совсем помню как я что-то не сказал да но краткая мысль конечно же такая что вам написали то-то то-то а я говорю вам и это к сожалению или к счастью но это жизнь всех людей и всех учителей и всех проповедников и вообще господь истину являет через всякого человека несмотря на все заблуждения человеческие я еще не сделал значок для этого видео но в принципе я думаю что он выглядит будет точно так же единственное на месте изображение иисуса христа с некой картины в нагорной проповеди я скорее всего помещу что-то типа вот такого ну так называемого сонма святых православных там неважно в принципе я любую иллюстрацию возьму и сегодня конечно же будет противоречие или противовес того что говорят святые отцы православные католической может быть даже протестантских церквей коснемся и о том что говорю я краткое резюме предыдущего видео вот этого я говорю вам я как бы высказал что на самом деле все эти псевдо такие знаете красивые ложные мысли в красивой обертке что типа я вот это не я учу вас а якобы я там передаю опыт святых отцов или учу тому что учили древние да это конечно же все знаете такая оберточка для дураков фантики для дураков любой человек который даже что-то передает якобы сказавший кому-то ему то что-то этот человек говорит уже от себя это надо понять признаться самому себе поэтому любой человек что-то говорящий это говорит он от себя самого неважно цитирует он даже пусть дословно если он цитирует какую-то книгу которая неизвестно кем когда была написана на каком языке кто ее когда перевел кто и когда там что в ней изменил перед правил переделал он не может ручаться поэтому все что он сегодня говорит на самом деле он говорит от себя и говорит от всех то что он сам это в свое сердце принял ему это близко именно поэтому он считает истиной и это только лишь его истина хотя истина она объективна и как я всегда говорю она не нуждается в доказательствах и в том что истина в любви и свободе и бессмертия об этом говорю не я вам об этом говорит бог вам через все свое творение через природу через видимый невидимый мир через ваше сердце и даже когда бог явился во плоти основные истины о том что бог и человек как его образ и подобие свободен избирать между добром и злом избирая добро он избирает для себя благо и жизнь то есть благо бытие вечную благую жизнь поэтому вот это действительно учу не я это во всем мироздание божиим это в каждом сердце каждого человека и это естественно бог являл нам во плоти 2000 лет тому назад все остальное в основном конечно это бред не человеческие и опять же эта теория до а дела уже того мировоззрения даже пусть мы принимаем та же самая любовь знаете все воспринимают по-разному хотя опять же объективно любовь это то что и сказал иисус от поступать с другими так как мы хотим что поступали со мной это мы видим во всем бытие это каждый из нас видит в своем сердце и это явил господь иисус бог явившийся во плоти по поводу предания что еще мы сейчас до него добираемся с но сначала еще раз все-таки об иисусе христе я напоминаю вам евангелие тем кто меня слушает иисус христос это некий юноша это бог явишься во плоти да он родился да он был младенцем был отроком был юношей и стал молодым человеком дороже до 30 летнего возраста этот молодой человек бог явишься во плоти хотя никто сверху с небес не тычет на него пальцем и не говорит что это бог несмотря на все знамения вы прекрасно из евангелия знаете что это знамени те же самые видели и принимали лишь те у кого были хоть как-то открыты сердца к при к видению принять этих знамен те кто у кого сердца были закрыты они ничего не видели имея глаза и ничего не слышали имея уши и вот представьте себе эту картину да я вам рассказываю историю историю об жизни учения иисуса христа некий молодой человек выходит на проповедь истины к народу который якобы не нуждается в покаянии который праведен и свят народ божий имеющий закон моисея с которым говорил бог только почему-то это 30-летний молодой юноша выходит на проповедь истины говоря о том что все те кому он проповедует являются погибшими овцами дома израиля израилево да и на что опирается этот молодой человек ну для меня бог пришедшего плоти ни на что на себя опирается и на ту истину который он глаголит и на те дела которые он творит добрые дела которым творить все более того этот молодой человек по имени иисус христос противопоставляет то что он говорит свое учение противопоставляет кому всему закону моисееву преданием я бы их назывался бреданием бреду человеческому накопившемуся за времена от моисея до проповеди иисуса погибшим овцам дома израилева и противопоставляет свое учение и самого себя всем всем его современникам книжникам фарисеем сандукеем всему церковному синодриону церковному синдром собрания великих умных мужей и учителей израиля с ними спорит доказывает им истину не опираясь ни на что он гад вам сказано в ваших писаниях в вашем законе иисус никогда не говорил в моем в моих писаниях иисус всегда игры в ваших в ваших он не крыл даже в наших не говоря уж в моем у меня в рю в нашем законе он говорил в вашем законе вам сказано умирал мне иисус никогда не исполнял закон моисея самый яркий пример один из самых ярчайших примеров это не позволение побить камнями по закону моисея в женщину взятую в прелюбодеянии наш лидер наш путеводитель наш подвижник иисус христос поступает именно так он не опирается ни на какие авторитеты более того еще раз я повторю и на эту мысль об иисусе закончу он прямо противопоставляет себя закону моисея бреданием иудейским всем бабьим басням и всем лжеучением от моисея до его современников книжников фарисеев саддукеев и всех учителей закона своим словом истины и никакого авторитета никакого подтверждения и даже те знамени которым являл он сам очень часто говорил о том что он не хочет чтобы веровали только из-за чудес которые он являет когда его просили сотворить некое чудо он был вы не уверуйте пока не увидите знамени и чудес более того судьба проповеди иисуса и первых и учеников оказалась трагичной потому что мы все с вами ученики христовы да и вообще люди земли кто изучал хоть как-то историю знает что не прошло одного поколения как иудаизм и все евреи не приняли евангельскую весть не приняли иисус христа и ту истину о которой он говорил первые ученики иисуса на что они опираются кто они есть кто их руку рукополагал кто им давал звание кто их поставлял законами кто их поставлял проповедниками возьмите петра кто он такой его церковный суд синдрион вызывает точно такой же допрос как сейчас бы вызвали любого еретика типа меня на православный католический или протестантский суд испон имел власть в миру так скажем да хотя возможно это время не за горами и такие времена в истории темные времена в истории человечества были не раз когда религиозная палка была в одной и той же руке с государственной дубиной да и тогда все это и такие случаи известны я вам не буду их напоминать кто изучал историю тот все это знает что же кто же такие ученики иисуса вообще кто иисуса нарекал святым никто его точно также не признавали даже после его убийства во время его убийства во время суда над ним время его убийства ему тыкали постоянно ты никто ты мерзость ты проклят от бога ты висишь на древе даже когда он воскрес ему не поверили постарались всячески замолчать исказить извратить всеми возможными силами это событие когда он возносился на небеса от своих учеников написано что многие не поверили просто разошлись и забыли об этом учении подумайте об этом хорошенько что же происходит с теми кто поверил иисусу его ученики кто такой петр обычный рыбак его никто не признает когда они начинают учить и проповедовать кто дает им власть от человеков на каких человеков они опираются да они цитировали коротенькие стихи очень часто из ветхого завета и кто внимательных изучал тут прекрасно убедился в той правоте и истине которая в том что цитирую они очень часто влагали в эти стихи ветхого завета абсолютно противоположное зачастую смысл абсолютно другой зачастую даже противоположный смысл тому какую какую мысль какие стихи они несли эти стихи в ветхом в писаниях ветхого завета так поступают его ученики их никто святыми не нарекал в глазах других людей своих современникам и как сказал однажды иисус что потом что естественно сбывалось на нем самом и сбывается потом на его учениках и сбывается до сего дня что нет пророка без чести разве в отечестве своем у сродников своих у домашних своих у близких своих у друзей и это так и есть до сего дня и будет во веки веков до второго его пришествия иисуса христа за кого их почитают ни за кого когда они пишут свои послания конечно же моя сегодня речь особенно обращена для католиков протестантов и православных которые насуются со своим преданием мечтать что истина она где-то в предании в бреданиях человеческих истина она в боге в иисусе христе в свободе человека избирать между добром и злом и тем что избирая добро любовь мира радость терпение человек вкушает вечную жизнь вот и вся истина а любовь это в том что вокруг себя созидать мир какой ты хочешь чтобы был вечности и поступать с другими так как ты хочешь чтобы поступали с тобой и сейчас и в веки веков и каждый день изо дня в день во веки веков вот и вся истина когда апостолы пишут свои послания они какой святостью обладают кто их нарек святыми кто им позволил право вообще толковать истину кто дух святой так каждый сокрещенный во имя иисуса и желание жить по его примеру жизни и учению получает этого духа или дух разный дух один и тот же об этом сам апостол павел писал а дары различны и дары раздает сам дух и и и раздачу этих даров не властен человек дух дает кому как и сколько хочет писал апостол павел и лишь по делам первые ученики его о том что это не от человеков это делает господь и человеков этих от духа или не от божьего и духа не божьего и дары от бога или не от бога познаются лишь по делам этих людей вот и все так кто же они такие кто нарек их святыми разве их современники вписывали в святцы нет вы знаете у православных католиков вечно одна зомбированная формула я грешный грешный супер грешный я недостойный господи дару мне видеть грехи мои яка песок морской и прочее 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 я червь я не человек я не имею права докатились до того во все катились все 2000 лет и до этого до сих пор докатываются до сих пор в этом валяются в этой блевоте не в этом болоте что мирянину даже порой писание не то что вникать читать запрещает до сих пор в православных католических церквях православных читает на китайской церковном в римской церкви в папизме читают на лати на латыни в протестантизме хоть и читают уже на русском но ничего уже не понимает потому что читают тоже только во свете своих лжеучений бреда не человеческих кто их нарекал святыми когда они писали свои послания в каждом из этих посланий когда мне укоряют что я все время говорю я я я они всегда писали я я я я никогда не ссылались ни на каких иудейских раввинов зачастую в основной своей массе если вы внимательно после сегодняшней моей мысли этой первой и многих других прочтете хотите все послания апостолов вы убедитесь что они даже на евангелие никогда не ссылаются они практически никогда не ссылаются редкие исключения на слова даже иисуса христа они выражают истину своими словами теме какими они имеют в силу того образования тех познаний теоретических и практических которые они предвели в жизни причем на тот момент жизни на которые они писали эти послания и мы понятия не имеем зачастую кто даже автор настоящий этих посланий мужчина или женщина двадцати тридцати пятидесяти или восьмидесяти он лет где он жил и что он делал во всех посланиях я я я павла никто не признавал за апостола кто внимательно и с чистым сердцем с открытием изучал новый завет тот прекрасно все знает павел вкушал те же самые плоды какие вкушал кто иисус естественно это вкушали все ученики потому что я говорю вы должны знать это и или узнать эту мысль и запомнить это речне исторический факт что иудаизм в первую очередь а за ним за этими учителями и все еврейство полностью к семидесятому году к иудейской так называемой войне которая гражданской войне которая восстает иудаизм и евреи против римского иго так скажем до империи в как частью которой они стали и идет иудейская так называемая несколько летняя война естественная рим так скажем побеждает это эту революцию как хотите это восстание полностью практически стирая с лица земли иерусалим вместе с тем храмом капищем как я называю который посредине его стояла который иисус в принципе самым предлагал его раздолбать в куче вот что происходит за эти 30 лет если мы так берем что это 68 70 год а жизнь иисуса было пусть 30 пусть три года проповедовал в среднем даже возьмем 30 35 лет за этот период при условии что сам бог спустился на землю и проповедовал этим погибшим овцам дома израилева что первые ученики зачастую обладавшие теми же самыми дарами какими бог сам обладал дарами чудотворения исцеления больных воскрешения мертвых действительно имея речистые и ораторские уста от по дарам духа да действительно дар по понимание писания мы помним даже в этом да бог им открывал ум к разумению писали сам иисус и эти люди не смогли под дом погибший дом овец погибшего дома в погибших овец дом израилева вернуть в божье царство отца небесного они полностью отреклись от иисуса всем сектам представителям их православных который процентам надо задуматься об этом это те люди которые сама истина как писал иоанн богослов что между нами обитала до полная благодать истины и сама эта истина воплоти ничего не смогла изменить его ученики продолжая его дело иисуса христа потерпели полную неудачу сам апостол павел об этом много раз писал что от своих братьев он испытывал много гонений побоев даже попыток убийства что естественно никто его не признавал даже среди иудаизма у них такие же шли ожесточенные споры всячески они хотели это могло произойти намного раньше этот падение было долго так скажем борьба внутри этого псевдо христианского иудаизма я не знаю как его правильно назвать кто-то называет это иудействующих христиан кто-то христиан живущих по иудаизму как только этих ранних христиан не называют но суть одна естественно они боролись пытались все-таки отвалиться от ветхого завета но у них ничего не получилось апостола павла не в миру не 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 сами его иудейские братья и даже язычники зачастую никем не признавали ни за кого не почитали он сам себя называют учителем и апостолом язычников сам в своих собственных посланиях которые пишет церкви при том условии что никто его ни за какого святого не признает что первые ученики в принципе при всех своих чудотворениях не славились такую действительно славу да таких чудотворцев как самых учителей иисус не так много в книге деяний нам описано каких-то невероятных событий в отличие от иисуса что самый а написал что если все благодеяния иисуса расписать то и всех к них мира не хватит я хочу чтобы эту картину которую реальную картину которую я вам описал картину то что на основании того того нового завета в любых переводах которые все мы сейчас с вами имеем в право в доступе да вы сделаете определенные выводы что на самом деле истина она не в бумажках истина она не в бреданиях человеческих истина она вот здесь внутри каждого человека вопрос захочет ли человек искренне захочет следовать истине богу всему самому светлому самому доброму саму чистому что господь открывает ему в его сердце мы с вами переходим дальше постепенно я хочу сегодня коснуться таких вещей вот дальше придание посмотреть я хочу затронуть таких великих и известных учителей православной католической отчасти протестантской церкви начнем по порядку по возрасту я буду самых крупных достаточно братья самых именитых ну самый известный достаточно 3 4 век это иоанн златоуст сейчас я с вами поделюсь картиночкой так где же это был вот вот это вот на картинке изображены реальные снимки это 12 томов иоанна златоуста сейчас вы пожалуйста и расслабьтесь одновременно и напрягитесь я вам открываю реальный сайт в общем-то с которого эти картинки вот эта картинка и под этой же картинка видите ссылка на сайт на покупку этих 12 томов мы открываем с вами этот сайт можно естественно почитать кто кто не знает я кратко скажу иоанн златоуст это один из трех величайших святителей столпов православной церкви на учение которого и стоит сама это православная католическая ибо до разделения в 1050 каком там точно году католическая православная церковь была одной единой сектой сейчас я еще кратко вам скажу кто меня знает кто впервые может попал на этот ролик сам я три года практиковал православие 10 лет тому назад когда господь мне открылся я оставил все в своей жизни и восемь лет восемь лет будучи не семейным человеком я положил всю свою жизнь вот эту восьмилетнюю на изучение и практику всего что я прочитаю я в конце вам зачитаю комментарий с которым хотел начать как я обычно делал на что-то естественно не из головы вылетела ну и ладно и может быть к это и к лучшему на своем канале сейчас просто кратко говорю о себе может тут впервые попал кто я такой я не православный я не католик я не протестант я христианин исповедующий жизнь и учения иисуса христа и живущего по ним по по этому учению и вот я хочу сказать что практику православие практиковал я получается уже лет пять назад три года естественно сколько времени прошло все что было в православии что-то доброе я естественно в сердце своем оставил но всю эту мишуру и все эти ссылки все эти ссылки на авторитеты я отодвинул поэтому примите с смирением и терпением то что я и и может быть некими искажениями вы все можете перепроверить и с некоторыми искажениями если у меня поправить я все соглашусь потому что все это прошло время я уже могу ошибаться в датах в числах каких-то нюансов но естественно то о чем я сегодня буду говорить я буду говорить от опыта ибо я сам все это прошел изучал и и и прекрасно понимаю и знаю о чем я говорю и чем хочу поделиться это так то тем кто попал может быть впервые на этот ролик и не совсем понимает где я и кто я на ян златоуст это святитель до 3 4 века один из трех святитель великие и анзлатоуст василий великий кто еще григорий богослов или иоанн иоанн бога иоанн новый богослов нет треть кто у них там я забыл еще вы праздники из трех святителей начнем мы естественно начнем с она златоуста и из трех святитель выберем только его хотя василий великого тоже немало трудов да но он самый известный и поэтому начнем мы и закончим может сказать в третьем веке им именно да и вот я хочу просто продемонстрировать я хочу знаете цель этого ролика развеять все вот эти вот знаете у православных есть вообще у церковных людей религиозных есть одна такая но не одна бета-то много но одна из них очень крупно это люди живут многоликой жизнью как минимум три лица у них у них в голове одну на языке второе и дела их не жизнь третье это я уже давным-давно начиная от того как я погрузился в опыт в практику православия заканчивая естественно всей этой теории это как минимум три лица минимум а так в принципе эти люди по-разному живут среди верующих среди если он там может быть в какую школу ходит семинарскую и семинарскую они в каждом месте на работе они всегда разные эти люди настолько многолики у этих людях из этого многоликости нет никакого мира в душе с этими людьми невозможно общаться они всегда разные не всегда разные соответственно какая в многоликости может быть истина никакой я хочу развеять этот миф по поводу вы знаете знаменитая фраза так скажем или такая общая фраза многих ортодоксальных и протестантских в том числе зачастую но они проданы писание больше ссылается на смысл один и тот же читайте писание это там протестант в основном хотя библию я знаю редкого человека который прочитал хотя бы один раз от корки до корки это библию когда из уст православных католических то есть ортодоксальных проповедников неважно богословов попов или иерархов каких-то там или просто мирян проповедующих там в youtube или еще где-то или даже с тобой в личной беседе вылетают эти как я вам говорю попытаюсь не показать пустые слова читайте святых отцов читайте предания изучаете живите по нему это все пустые слова я сегодня вам убежден что я покажу это и многие я надеюсь примут и между истинной ложью изберут истину вот у вас на экране мы уже посмотрели как это на картинке выглядит где она есть эти тома до 12 томов мы с вами читаем на интернет-магазине что же это за 12 томов она златоуста размер книги 17 сантиметров на 24 с половиной количество страниц 11 тысяч 440 переплет твердый бумага газетная шрифт русский вес книги 12500 год издания 17 тираж 3000 это этот этот я не поленился специально сделал для вас такой анализ чтобы не быть голословным чтобы меня таких вещах не обвиняли у вас сейчас на экране небольшие подсчеты которые я сделал во первых кто понимает 17 над сантиметров на 24 с половиной это формат ну в принципе это классический формат книги но это не а 5 формат я вам вот у меня в руках это я сам когда-то делал евангелие это обычно синодальный перевод я единственно выделил там речь иисуса сделали с новой строчки так далее плюс я добавил сюда три главы книги бытия 13 псалом и в конце послание первое послание иоанна богослова и здесь у меня евангелие от марка поэтому соответственно начинается она у меня и я сам в издательстве некоторым заказывал несколько штук десяток них я раздавал друзьям знакомым вот тут у меня евангелие начинается с десятой книги и заканчивается она на 50 книги на 50 страниц то есть всего евангелие от марка 40 страниц и это формат книги насколько видите это ровно а пятый формат а пятый формат это всем известный половина объема а четвертого листа классического и соответственно она идет размером 20 но на 15 потому что листа 4 это 30 на 20 как вы видите размер этой книги не соответствует а пятому формату 17 на 25 это еще естественная на ваших глазах я уже все это заранее сделал конечно же мы с вами чтобы вот к этой же самой моей книжке приблизительно цифры подвести мы с вами что делаем ну 17 умножаем кто понимает математику то нет но уж придется вам просто послушать 17 умножаем на 25 мы получаем что одна страница это четыреста шестнадцать с половиной сантиметров квадратных естественно 15 на 20 умножаем и получаем 300 сантиметров квадратных соответственно 416 делим на 300 мы получаем что площадь моей вот книги а пятого формата евангелия на одну четвертую и и и и формат и площадь книги которые вот она златоуста тома и она златоуста в одну четвертую раз больше чем от а пятый формат соответствуем и 11 и как вы видели в магазине один том это 11 тысяч четыреста сорок больших страниц соответственно маленьких страниц мы эту цифру должны умножить на одну целую четыре десятых мы получаем сколько что если бы был формат а пятый той же самой книги тех же самых томов и она златоуста это для книг принципе стандартный формат я не спорю там каждый сам выбирает поменьше побольше есть книги я вообще от 4 формата до классического альбомного там детские вот но чтоб перевести чтоб к моей книжке просто подвести я специально все это сделал то есть получается что а 5 формата получится 15883 страницы умножаем это еще в свою очередь на 12 томов у вас все подсчеты на экране получается 190 тысяч пятьсот девяносто вот таких вот страниц а пятого формата ну соответственно евангелие у нас получилось в моем формате 40 страниц текст тоже классический бы я просто в интернет издательстве заказывал евангелие от марка 40 страниц вам надо перемножить во сколько это раз меньше но вы знаете это будет нечестно конечно если мы просто 190 тысяч страниц и она златоуста поделим на 40 страниц евангелия от марка конечно же евангелие от марка это всего лишь одно евангелие одного автора описывающие одни и те же события я специально умножил еще это на 5 хотя евангелие 4 это 160 страниц но так как марка самая маленькая матфея луки и она чуть побольше я накинул грубо говоря что четыре евангелия вот такого вот формата спе захотел сделать это было бы 200 страниц и знаете я умножил это еще на 5 то есть еще прибавил 800 страницу получить 1000 страниц потому что естественно книга деяний соответствует принципе тому же самый евангелие от матфея новый завет плохо хорошо 800 страниц это принципе практически весь новый завет потому что любой нормальный христианин кроме евангелия конечно же захочет прочитать книгу деяний послание апостолов до чтобы посмотреть как это что это как понимали ученики как читали поэтому я естественно все это накинул ради справедливости и пусть у нас получается что новый завет у нас около 1000 страниц а 5 формата так вот новый завет который вы знаете я вам так скажу далеко не каждый христианин знает даже новый завет хотите поверьте моему опыту общения у вас он есть точно такой же я просто конечно же говорю в камеру по другую сторону экрана могут сидеть разные люди но я знаю что 90 процентов людей которые вас окружают называть себя христианами даже новый завет никогда не читали целиком я уж не говоря библии новый завет никогда не читали понятно что миллионы людей которые называются христианами или там православными или католиками и сейчас даже протестантами это зачастую люди которые даже евангелие не читали Это неудивительно, к сожалению, в мире современном, да и в прошлом мире. Возьмем, расширим дальше Новый Завет. Спрашиваешь книгу, деяния хоть раз читал? Православная, 30 лет. Не, никогда не читал. Послания читал? Ну, какие-то что-то там читал. Что-нибудь помнишь? Ничего не помнит. Вы знаете, приступать к преданию все-таки, я считаю, что человеку важнее все-таки действительно почитать Ветхий Завет. Потому что, скорее всего, этому христианину будет много лапши оттуда вешать. Какой смысл в преданиях, которые будут же эту же лапшу из Ветхого Завета тебе навешать? Нас все-таки может сначала с Ветхим Заветом познакомиться. А там уж, по сравнению с тысячу страницами Нового Завета, у меня жалко, просто наглядной Библии нет. У меня была один раз, бумажная, когда я покаялся, тоже купил. Вы все, наверное, прекрасно знаете соотношение Нового и Ветхого Завета. Потом я все читал только в электронном варианте, купил себе электронную книгу и обрел всю библиотеку мира. Как вы думаете, многие люди за свою жизнь прочитали хоть раз целиком Библию, христиане? Напишите, пожалуйста, комментарий. Я вот даже по количеству просмотров и по количеству ответов, я вот, мы узнаем процент. Пусть это, конечно, не стопроцентный опрос, хотя меня слушают. Это не те даже, меня слушают далеко не те люди, которые называют себя православными и раз в год в храм ходят на Пасху. Нет, эти люди меня не слушают. Меня слушают люди, считающие себя настоящими христианами, живущими по Евангелию. Я прошу вас, всех, кто слушает это видео, написать в комментарии, прочитали ли вы хоть раз в жизни Библию от корки до корки. Что я вас прошу любую книгу, вы скажете, да, ее я читал. И сделайте, пожалуйста, ответ, думая о том, что если вы со мной читаете уже Библию на канале Христа, любви, чтения и написания, до того, как вы стали со мной ее изучать. Вот до этого момента кто-нибудь из вас прочитал Библию целиком, целиком, от корки до корки. Пожалуйста, ответьте. И ответьте, и да, и нет. Нет, тоже ответ. Но всего лишь два варианта, вы знаете, как опрос. Да и нет. Ветхи Библию целиком. От первой главы книги Бытия до последнего стиха книги Откровения. Кто из вас хотя бы один раз в круг прочитал Библию? Я уверен, что будет, если будет, да. Независимо, сколько будет просмотров, все это будет в процентном соотношении. Мы как-нибудь, может быть, подведем потом выводы. Я обязательно обращусь к этому видео, возможно. Я уверяю. Я, конечно, понятно, я могу ошибиться. Можешь просто хейтер или кто-то из лжи напишет. Я уверен, что это не превысит число 5% от тех, кто меня посмотрел. Не важно, может, кто-то промолчал. Но про молчание я буду считать как нет, естественно. Хотя я прошу и нет написать. Но если люди не напишут, я буду считать как нет. И посчитаем, сколько да. Честно только. Вы не меня обманиваете. Вы себя обманите и всех людей, которые смотрят этот ролик. Вот и все. Я знаю, что эта цифра никогда не превысит 5%. И то, это я, знаете, так, что за 5% как говорится, голову готов положить. 5 человек из 100 максимум смогут написать. Я уверен, что эти люди по-настоящему прочли Библию в своей жизни от начала до конца. Хотя я думаю, что и этих 5% не будет. То есть 5 человек из 100. Но посмотрим на результаты опроса. Я, кстати, не забуду. И здесь есть вправо такой опросник. Можно сделать. Я, может быть, добавлю. Но мне интересен просто комментарий. Да нет, да нет. Мне интересно. Может быть, я ошибаюсь. И не забывайте, что меня слушают люди, которые все-таки действительно... Я думаю, хоть как-то протеку. Считают себя христианами. Искренними. И действительно считают. Если мы разбавим той аудитории, которая себя называет, особенно возьмем православных, католиков, которые просто крестили в детстве и все. То есть, здесь, наверное, цифры никогда не перевалят за 5%. Мне интересно, конечно, эта статистика, пусть это будет статистика моей аудитории, но почему-то даже из своей аудитории, я уверен, что это не превысит 5%. Мне интересно. Дай бог. И тут, почему я говорю, никакую голову не хочу на плаху ложать, потому что это моя аудитория. Это не 100% анализ. В мировой штук статистики это я железно. Я говорю, я бы голову отдал за эти цифры. В своей аудитории я не знаю, кто меня слушает, вот и посмотрят. И моя просьба остается, я говорю, неизменной. Вспомните до того момента, как возможно, причем мы хотя и на Библии не до конца еще только до пророков дошли, но все равно на момент встречи со мной и встречи чтения там, что вы там уж пару книг уже, а может и до пророков все меня прослушали, до этого момента вы читали ли Библию в своей жизни целиком. Возвращаемся к Иоанну Златоусту. Немножко, ну, не отвлеклись сегодня, такой у меня ролик, я об этом говорю. Итак, у нас получается, что Иоанн Златоуст в 200 раз. В 200 раз при условии, причем я не, как вы заметили, а справедливо взял хотя бы не новый, не просто Евангелие, чтобы вас цифрами ужаснуть. Весь Новый Завет в сравнении с творчеством Иоанна Златоуста, творчество Иоанна Златоуста больше в 200 раз. Вы все это можете проверить. Я бы этого не показывал, если бы я боялся какого-то разоблачения. Я могу ошибаться, понятно, я приблизительно переводил, ну, как приблизительно, я же не знаю точно шрифта, какой там в этом, в этих томах. Я понимаю, что я в издательстве заказывал там. Вы понимаете, эти погрешности небольшие и недостойны того, чтобы оскорблять в какой-то предвзятой лжи, да? Нет, это погрешности, которые здесь, понятно, в 200 раз. Она, знаете, погрешность тогда может быть и в другую сторону, еще в большую. Там может вот такой вот шрифтик, как у нас в Библии написано. У меня достаточно крупный шрифт, вы понимаете, что я эти вещи, кто меня знает, люблю. Считаю, что человек должен быть спокойный и просто читать. У меня с новой строчки каждая речь, это 40 страниц, легко читаемым текстом. И как написано от Златоуста, я знать не знаю, но знаю, как печатают. И чтобы это все уместить, это и так, знаете, сколько это денег стоит? Естественно, они старались это сжать. Уж там шрифт вряд ли больше моего. Поэтому в 200 раз Иоанн Златоуста реально больше, чего Нового Завета. Скажите мне, пожалуйста, теперь ответьте на вопрос. Сколько вам по времени? Теперь второй вопрос. Ну, на него уже я не знаю, можешь не отвечать. Сами себе ответьте, мне не надо. Я знаю ответы для себя на эти вопросы. Сколько по времени? Причем на практике, не в теории. Вы сейчас будете умножать. Так, я Евангелие читаю за неделю, значит, 3 Евангелия. Вы в жизни Новый Завет читали по кругу хоть когда-нибудь? Сколько уходило у вас времени на один круг? День? Ну, за день нереально там физически прочитать. Месяц? Может быть, вы за месяц Новый Завет прочитывали? Я сомневаюсь. Особенно, когда касается обычных людей, живущих в обычной жизни, семейной жизни. Я максимум с чем это могу сравнить? У меня есть опыт показательный. Кто знает, на канале Христалю Библия записал Новый Завет. Записал его со своими комментариями, мыслями. Возьмем это на все ваши проблемы. Три ровно месяца. Это прям хоть какой-то и просто оттолкнемся. Три месяца. Это я публично записывал с комментариями, чтениями. Да, так как раз возьмем все какие-то у вас проблемы и так далее. Как минимум три месяца. А я бы взял полгода для обычного среднего человека. Вот, чтобы прочитать Яна Златоуста, получается, вам нужно сто лет. Умножать умеете или надо все это разжевывать? Полгода я читаю Х. А 200 и Х сколько надо? Ну, на 0,5 надо умножить. Получается, сто лет мне надо. И опять же, сто лет я на что потрачу? На чтение кого? Иоанна Златоуста. Сто лет на чтение Иоанна Златоуста. Если я ошибся в каких-то подсчетах, поправьте меня обязательно в комментарии. Если я Новый Завет читаю полгода, он в 200 раз меньше Иоанна Златоуста. То есть, я бы мог прочитать за время чтения Иоанна, одного Иоанна Златоуста, творение Иоанна Златоуста. Причем Новый Завет, сколько авторов там только, да? На чтение Иоанна Златоуста я потратил бы 100 лет или я 200 раз прочитал бы Новый Завет. И потратил бы на это, если я полгода читаю один, в год два, 200 на два, 100 лет. Как вам такая арифметика? Как вы думаете, кто-нибудь из ваших, вот вы православные, кто меня может быть слушать, бывшие или колеблющиеся сейчас или еще, кто-нибудь из ваших профессоров, я вам здравую математику, они могут кичиться, могут врать вам, что они все это читали. Кто знает, я все время говорил, я типа все православие почитал, я же уже много раз потом поправлялся, говорил, ну я образ, что я много чего, я мог такие фразы выплевывать так, что я все читал, да? Не все, все читал, да? Что это, конечно, значит, я всегда поправлялся все равно. Я имел в виду, что, конечно, по сравнению со многими, и если взять какую-то группу, допустим, что действительно возможно хотя бы среднему здравому человеку в 2020, в 21 веке, так бы я сказал, да, соразмеря свою жизнь, причем это моя жизнь, человек, которого от всего отрекся ради этой познаний. Я только читал и только слушал аудиокниги, все. В моем рту был только кусок хлеба, образно говоря, да? Понятно, питался я разной пищей. И все. Все, чем я занимался, я искал истину. Именно в церковной истории. Кто может сказать, что он прочел Иоанна Златоуста? Ну, понятно, если там сократить, я дал на Новый Завет полгода, возьмите еще на три месяца, значит, 50 лет. Что-то мне смутно верится. Как вы думаете, ваши же, которые вам советуют, вы знаете, самые глупые и нелепые призывы и советы, это советы, данные не от жизни и не от опыта. Меня укоряют все время, что я вот якую и своим личным опытом делюсь. Вы знаете, я всем привожу, если мы настолько тупы и не способны духовные вещи, невидимые вещи перенести в свою голову, да? Я привожу в себя пример на жизненных вещах, а не более понятно, как это делал Иисус. И говорю уже притчами. Я говорю, вы знаете, я никогда в жизни у инвалида, который сидит на инвалидной коляске, ни одного совета не приму, как сделать тройное сальто с винтом. Я тройное сальто пойду и сам буду в коленях у учителя валяться, только который сам пятикратный олимпийский чемпион. Я своими собственными глазами видел, как он это делает. Я видел, как он вырастил таких же, которые учат уже других так делать, и я их ученик. Я бы подошел и сказал, научи меня. Вот эти вот глупые призывы, делай то, что я сам никогда не делал, глупее и безрассуднее ничего этого нету, слушать это, а уж тем более внимать этим людям. Почему вы от меня не слышите всем этим заниматься? Потому что я знаю, что это глупые, праздные, как раз самолюбивые призывы. Делайте вид, что ты делаешь людям добро, советуешь им и несешь благо. На самом деле ты даже сам этого блага не вкусил. Я именно от опыта говорю, бросьте все это. Я свою жизнь на это потратил. И от опыта, из любви к вам, говорю, не тратьте на это свою жизнь. Сто девяносто тысяч страниц. Покажите мне человека, который прочел целиком Иоанна Златоуста. Вторая мысль, которую я подчеркиваю. Скажите мне, пожалуйста, а кто такой Иоанн Златоуст? Окунитесь и узнайте даже то житие, которое, понятно, это же секта, сама там все написала, подправила. Я вам кратко скажу. Этот человек, это патриарх Константинополя, это время только о государственное христианство. Это времена, когда христианство перестало быть христианством, а стало государственной дубиной. И Иоанн Златоуст, кто знает, Византия была центром империи того времени, Восточной империи. Константинополь был ее столицей, Иоанн Златоуст был патриархом константинопольским. Этого человека собственная церковь в два раза ссылала в ссылку. По дороге во второе свое ссыльное путешествие он умер по дороге, не дожил. Его гнали и при жизни, гнобили. И после жизни. И как всегда, лишь красивая православная история рассказала о том, что потом все-таки приняли, там слава, правда восторжествовала и так далее. Человек, который был гоним собственной церковью. Этот человек при жизни никем святым не признавался. Его гнали, я говорю, его гнали цари. Несмотря на то, что он был патриарх. В моих глазах, то, что я знаю, Иоанн Златоуст, мне много вызывает уважение. Я хочу просто показать того, что вам песен напоют, сладких о нем, вам и так поют. Именно поэтому я сегодня этого делать не буду. Те же самые все эти жития, ортодоксальные, это такое же, как я всем говорю всегда, евангельским языком Иисуса, это поле с плевелами и пшеницами. И в тех же самых житиях есть и правда, и ложь. И даже из той правды или лжи, даже из лжи, вы должны семечко здравое вынести. Если придумали, ну что-то хорошее, да возьмите и это. Но если это ложь, если это не истина, неважно, вернее, правда или нет, если это зло, выкиньте это. Я не буду, конечно, разбирать сегодня по косточкам жития Иоанна Златоуста. Я уже от всего этого отошел, конечно же. Я уже все, я говорю, могу ошибаться в датах, в числах, в именах, в эпизодах. Иоанн Златоуста, причем я говорю, это только бумажный Анна Златоуст, который до нас дошел, как вы уже много раз говорю, заметьте. Обратите внимание, я слово бумажный не говорю никогда в оскорбительном смысле, а в констатации фактов. Никто из вас не видел Анна Златоуста живьем. Никто из вас не знает правды о его жизни и его словах. Вы лишь сейчас то, что имеете, вы имеете бумажного Иисуса. Запомните это навсегда. Вы имеете бумажного Иоанна Златоуста. Это очень важно понимать. Это не оскорбление, это не обида, это не унижение. Я как раз этим хочу показать, что неважно, может быть, то, что до нас дошло хуже, чем они есть на самом деле. Хуже. Когда Иоанн Златоуст писал все эти 190 тысяч своих страниц, будем выражаться современным языком тех его творений, которые издали. скажите мне, пожалуйста, он, судя по его житию, он начал писать очень рано. Естественно, столько написать. Он явно это не на смертном адре все написал. Он, когда себе позволял это делать, кто нарекал его святым? Кто знает, церковь все время православная. Церковь, как она себя называет для меня, она обычная тоталитарная, транснациональная, рабовладельская, финансовая корпорация. Она утверждает, что учение церкви, это учение, правда, уже не Иисуса Христа, а учение святых и преданий старцев. Но кто его при жизни дал ему право? Если он такой смиренный монах, Господи, помилуй меня грешного, целыми днями тараторил. Когда он все это писал, на каком основании он взял на себя право, причем вопреки гонениям, непризнанию среди своей церкви, тем же самыми патриархами, иерархами и так далее, войной вечной, духовной, так скажем, с царем, кто все знает это, непризнанием, кто нарекал его святым? Почему он, будучи еще не святым, на протяжении своей жизни все это писал и учил всему этому? Ведь кто знает, это либо его писания собственноручные, либо за ним вот этот его златоустный, зря у него золотые уста, вот эти все его сладкие проповеди, которые он в основном, естественно, будучи патриархом Константинополя, произносил в известном до сих пор, вроде как, сохраненном храме премудрости Софии, в центре Константинополя, до сих пор сохраненном, вроде как, ради исторического наследия. И за ним, естественно, писали писари, он их произносил устно. Кто ему дал на это право? Ну, вы там скажете, его рукоположили. Люди рукоположили. Во сколько? Узнайте, во сколько рукоположили Иоанна Златоуста. Все в тех же молодых годах. Иисус, его ученики, Иоанн Златоуст. Я говорю, я сейчас могу ошибиться. Я боюсь даже цифры называть, меня заплюют просто, потому что я не помню, 27, 32, что-то типа такого. Это престарелый седой старица. Когда этих людей рукополагают, они что, сразу святыми становятся? Или что? А где Иисус вообще, кого рукополагал? Ну, креститься мы все, дух святого принимаем. Разве монашеский постриг, человеками придуманный? Или вот это вот ветхозаветное священство, которое перетянули из иудаизма в псевдохристианство? Разве оно что-то дает человеку? Ничего не дает. Его гнали такие же по этой же церкви, только еретики. Но только они не еретики были, они были точно такой же церкви. Они там терпеть эти иерархи друг к другу не могли. Иоанн Златоуст, кто не в курсе, самый возлейший враг, так называемый, который его подстегивал, подставлял именно по... Это такой же иерарх был. Он тоже во святых этой же церкви. Они друг друга терпеть не могли. Они друг на друга писали кляузы. Именно по его кляузам, наушениям Иоанна Златоуста все время ссылают и гнобят. И этот человек тоже... Простите, я уже забыл все, я вам говорю, эти имена. Или Феодорит... Ну не, Феодорит Кирский, я забыл. Я говорю, не хочу я настолько уже готовиться, мне все это уже неинтересно. Я прошел. У меня где-то был ролик, я это тоже рассказывал. Уж не все ролики, у меня ролики, видите, пространные, не могу узким темам посвящать. Я об этом говорил. Но я так вам наметки даю. Захотите, Иоанн Златоуста житие, можно прочесть, вы потратите на него, но я уж не помню, сколько времени. Оно не короткое, но оно не супер длинное. Прямо прочитайте в православной традиции, если вы умеете другие языки, знайте, пожалуйста, он и католический, святой. Прочтите о нем. Вы все, что я вам говорю, найдете правдой. Я могу ошибаться в каких-то небольших вещах. И эти оба, которые ненавидели друг друга и гнобили, оба во святых этой церкви, этой секты православной. И эти люди при жизни никем не нарекаемы. Другие, он не то, что если вы спросите у того его противника, который тоже потом во святых, они все после оказывается. Я какую мысль начинаю преследовать, вы заметили, я все время говорю, после, после. При жизни этих людей никто святыми не признавал. Святыми они признаны после. Так. Причем святыми в католической православной церкви признаются зачастую через 50, через 100 лет. На каком основании, я спрашиваю, эти люди, не признанные святыми, грешники, супергрешники, берут на себя, натягивают право поднимать палец сверху и учить людей. Не тому, что учили святые отцы. Если вы почитаете творение Иоанна Златоуста, он нигде через строчку не цитирует никаких святых отцов или приводит вот точно такие же цитаты из Ветхого Завета, из тех отцов, которые жили до него. Более того, он поднял свою руку на толкование Святого Священного Писания. Кто дал ему право? Ну, хорошо, ему дали, раз вы верите во все эти священные действия, он стал монахом. Какое ему право это дало толковать Святое Писание? Его руку положили? Хорошо, он стал священно действовать в придуманном вами храме, алтаре и прочей-прочей Ветхозаветной лабуде. Кто дал ему право толковать Писание? Почему он просто не читал его, как мне во всех комментариях, ты чуть читируй Писание, не отходя от него? Кто дал ему право толковать? Кто из его современников называл его Святым, но кроме тех, кто, да, видел, что он, может быть, действительно был светлым? Я не знаю, я не могу ручаться, я его не видел, я всем говорю, я не знаю. Тем сказкам, о которых о нем пишут, я не хочу верить ни одному слову, ни хорошему, ни плохому. Я сейчас говорю о бумажном Иоанне Златоусте, я не знаю этого человека, он не мой современник, я не верю православной секте, я не верю католической секте ни единому слову, я даже сейчас рассуждаю лишь только на том, что у нас осталось, они до нас донесли, донесли, я об этом рассуждаю. Какого бы настоящего Иоанна Златоусте, я знать не знаю, и вы не знаете, никто не знает. Кто дал ему это право при жизни? Никто. Никто не может ему дать этого права, но я вам скажу по-другому, никто не имеет права у него отнимать его. Бог одарил каждого человека свободный, каждый может говорить то, что он хочет. Это мы видим в учении, в жизни учения Иисуса, даже в том, которое до нас дошло. пусть даже через эти же самые секты псевдо-христианские. Мы суловили. Следующий человек, Августин Блаженный. Нет, прежде чем дойти до Августина Блаженного, открываем с вами, ролик получится как всегда очень длинный, скорее всего, часа на два, открываем с вами известный сайт Экзегет. Православный, но нет, я до сих пор не пойму, как ассоциируют себя с православием, но мне по большей части скажут, что просто у них православные спонсоры, и их обязывают себя ассоциируют с православием. Сайт хороший, я им сам много пользовался, огромное им спасибо в свое время. Кому все интересно, в комментариях просите ссылки, я на все буду давать, чтобы вы не искали. Экзегет, это есть отдельно, они разделили отдельную Библию, предание, это предание портал, потом они отделились как в экзегет. Перед вами эта страничка, где, как вы видите, все предание ортодоксальной церкви. Более того, здесь можно выбрать алфавитный порядок и хронологический порядок, как вы видите. Я в свое время, естественно, когда я купил эту электронную книгу, что я делаю? Я захожу на этот сайт и начинаю все подряд качать, читать и слушать. Особенно понравилось в аллергическом порядке. Раньше у них было не так, у них уж тоже менялся сайт, но не сто раз, но они тоже что-то делают, улучшают все. Я помню, у них было несколько категорий, где-то порядка 6-7. Первый век, второй, третий, по-моему, с третий по седьмой где-то, потом по восьмой что-то типа десятый, двенадцатый и так дальше. Сейчас я смотрю, они разбили прям по каждому веку. Видите, наверху вот эти цифры, это есть век. Давайте с вами щелкнем первый век. Мы видим с вами Дедахе, Дионисий Ореопагит, Игнатий Антиохийский и Климент Римский, священно-мученик. На канале Христолюб Библия, возможно, мы даже эти книги первых веков что-то из предания будем с вами читать, когда я закончу и что-то возьмем из предания. Обязательно поисследуем. Хорошо, первый век еще можно осилить. Во-первых, какой смысл читать Анзлатоуст, если вы ничего не почитали, кроме Нового Завета, а вот первый век. Вы читали Дедахе? И здесь, кстати, я вот удивляюсь, то ли не все, то ли сейчас они ко второму веку это отнесли. Возможно, сейчас мы кликнем, да. Вы читали Дедахе? Климента Александрийского? Ой, здесь Римского Александрийского это другой я уж. Ну, я просто маленький, надо мне убрать программу, не вижу. Игнатия Антиохийского, Дионисия Репагита, я всех читал в свое время. Как вы думаете, такой фанатик, как я, кто меня знает, я начинаю все по полочкам. Я начал все это осилию, первый век, все прочел. Хорошо, молодец, христолюбчик, поехали дальше. Второй век, у вас на экране все есть. Аристит, истерий, я, ладно, фамилии не буду, мы долго будем. Афиногор, Ерм, Ипполит, Ирине Леонский, Юстин Философ, Климит, ну ладно, будут с фамилией, Климит Александрийский, Меллиос Ордийский, Кружное послание Смирской церкви, Поликарп, Смирский, послание Варнавы, послание к Диагнету, Феофил Антиохийский. Здесь, кстати, по-моему, и псевдо послание так понял, или нет, может быть, я уж не совсем помню. Видите, сколько на экране? Нет, где-то они забыли, есть вообще-то учение 12 апостолов, но это апокрифы, да, они, видимо, убрали здесь, а, вот у них есть неоднозначные авторы, а, ну все правильно, вот они, православные и иеретики осужденные, а, нет, это еще из этих выделили, ну правильно, они здесь всех показывают, я выбрал все экзекеты, значит, здесь все показывает, что вот вы видите, что видите, в правом столбике, можно еще чуть-чуть вон вверху подразделять и сортировать получается, конечно, сайт они сделали очень классно, очень хорошо для того, кто исследует, я их всегда хвалил, я их поэтому с удовольствием рекламирую, мне не жалко, да, вот, второй век, ладно, я отсюда почти все, да все читал, я до третьего века, я точно знаю, что все читал, я прям брал, там не так много, были большие, есть тоже чуть ли не в страничку, писали, и тут я добираюсь, как вы думаете, докуда, третий, четвертый, пятый, шестой век, у них была вообще одна, обратите внимание на третий век, я больше зачитывать не буду, просто посмотрите на этот список, тогда у них это все было, одной рубрикой, третий, четвертый, пятый, шестой, я как сейчас помню, помню даже седьмой, посмотрите на экран, я сейчас буду перещёлкивать, третий, сколько здесь, как вы думаете, штучек 15, да, четвертый, смотрите, я прокручиваю, прокручиваю, это четвертый век, вы видите, сколько это, это я ещё быстро кручу, это человек 50, наверное, минимум, пятый век, прокручиваю, шестой век, прокручиваю, и седьмой век, да, 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 раз здесь Ава Дорофей, всё это, Максим Исповедник, у них было с третьего по седьмой век, точно, я прям вот помню, и на седьмой, потому что восьмой уже нет, Максим Исповедник, и Иоанн Златоуст, я как сейчас помню, всё это было в одной, вы видели, сколько я прокрутил на экране, я хотел, что я буду вам, вы и так всё видите, ну, 50, ну, где-то авторов 300, вы знаете, где я становился, на третьем веке, ну, не на третьем, а вот, на вот этом, вот, тогда у них было с третьей по седьмой, вот на этом я в книжке тормознулся, ну, сами понимаете, я Иоанн Златоуст параллельно читаю, пытаюсь других, я читаю параллельно некоторые вещи, при этом я каждый день всё равно читал Евангелие, я приткнулся на вот этом, даже, я не могу сказать, третий или не третий, потому что тогда у них было вместе, я их так скачал, а их уже шёл по алфавиту, при скачанном варианте вот этого блока, третий, седьмой век, после двух лет, наверное, где-то, я понял, что бесполезно, я стал, и вы представляете, вы думаете, Иоанн Златоуст один с таким объёмом? Я даже сейчас по памяти, если я буду по ним просто смотреть, я вам сразу скажу, где много, где мало, я всё это хорошо до сих пор помню, я мог бы прям по фамилии иметь, говорить, кого я читал, может быть, кого-то забывал бы, но уж кто заседал в памяти, и говорить, много у них или мало, это огромные объёмы, поверьте мне. Ну, как вам читать Святых Отцов? Покажите мне человека, кто всё это читал, вот скажите мне, пожалуйста. Зачем всё это, вот это вот собирается, да, хороший сайт, много сил они тратят, скажите мне, зачем? Можно вернуться, я специально эту статистику сделал, Евангелие, 40 страниц, причём прекрасного, удобного, легко читаемого формата, 40 страниц, 4 Евангелия, 200 страниц, вы просто не представляете, если это перевести в страницы, сколько вот это вот всё. Это никто, ни один, здравый человек прочитать не может. Когда я понял это, я, естественно, оставляю вот этот блок 3-7 век и начиная уже, конечно, из каждого блока, вы поняли, да, столбики, я из каждого блока беру сам высоко, самых лучших, 3-7 век. Это и так Иоанн Златоуст, которого мне надо, получается, 100 лет читать, ну, хорошо, при моём рвении 50, но при этом я параллельно других читаю, то это 100 лет. И то, я должен что, на всех забить? На Антоне Великом, который я прочитал и неоднократно, потому что там есть чего было мне назидаться. Это все жития, которые я прочитал. Это Ава Дорофей, это Иоанн Лествичник, это сколько монахов я там перечитал. Я говорю, я уже честно, фамилии половина-то, естественно, а то и большую часть позабывал. Исаак Сирин, Ефрем Сирин. Я уж просто ничего, почти, конечно, я мало уже что помню. Вы знаете, сколько у Ефрема Сирина? Исаак Сирин, Ава Дорофей и Антон Лествичник приблизительно одинаковые. Это не маленькие объемы. Это не маленькие объемы, кто их читал. Это только вот этот блок. Восьмой, по-моему, тире, я говорю, одиннадцатый или двенадцатый был. Максим Исповедник, о котором сегодня мы будем говорить отдельно. Дальше блок. И я вот уже этих вам звезд, так скажем, топовых называю, ребят. Дальше, там, пусть двенадцатый, шестнадцатый век, семнадцатый. Кто? Всем известный Исихаст, Григорий Палама. Палама, как хотите. И дальше, восемнадцатый, двадцатый возьмем. Или до царской России возьмем. Два известных человека, минимум, а мне известно больше, и я читал, естественно, больше. Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, митрополит-то вот этот московский, который всех-то царей пережил. Ну, митрополит московский, как фамилия, ну, вы знаете, короче, да, самый известный. Сколько у него всего. Из житий. Серафим Саровский, как минимум. И со всеми там беседами, со всеми приписанными его. Это, это я вам так вот верхушечки совсем называю. Вы вообще слышите вот это? У вас в уме какие-то объемы рисуются от моих слов? Я сам смотрю на себя в прошлом и на все вот это вот. И думаю, Господи, это вот кого вот они вот учат? И чему учат людей? Вы думаете, я это говорю, как мне это говорят, от обиды какой-то, от злого сердца? Да мое сердце, исполненное любви к людям, как раз и заставляет меня все это говорить. Все это ложь, она же несовместима с жизнью. Это невозможно практиковать. Людей вводят в искусственное состояние страха, стыда, покаяния от сознания своей греховности, что они всего этого не делают, они не читают, они ничего не знают. Состояние невежества, поэтому только батюшка, который якобы это все читал, хотя кто в курсе, если даже он заканчивал семинарии, он ничего из этого не читал, потому что в семинарии пять лет изучают культ православный, католический, протестантский. Запомните, это культ. Они не изучают даже предания, они изучают культ. Это очень важно понимать. Это сами все вот это, все же с культом связано, и как этим культом людям полоскать мозги. Все, все, чему их там учат. Это надо запомнить. Понять, принять и запомнить. Простить их и запомнить, и выкинуть. Как вам такие? Это я про объемы отвлекся. Ну, я специально хотел это на основании Златоуста первой, и те, кого я перечислил, если вы знаете их объемы, десятый век, я забыл, с восьмого по десятый, это вот Максим с десятый по двенадцатый, или я не сказал, не, не сказал, я феофилакт болгарский, потом полома, мы сегодня всех этих, я не знаю, сколько ролик получится, я надеюсь, у вас хватит сил и желания слушать, но мне хочется выложиться вот таким вот людям, которые, во-первых, тем алчущим и жаждущим дать настоящую пищу, чтобы люди к этим вопросам больше не возвращались, я думаю, такого моего ролика лучше два часа жизни потратить на это, хотите, сами проверьтесь, у вас есть еще 300 лет, 500 или 1000, я не знаю, сколько надо лет, переходим дальше, Августин Блаженный, вы знаете его объем, вы знаете, кто это такой, и вообще вот эти звания Блаженные, вы интересовались, что это за степень святости в сектах, это степень, которую не знает просто человеку, за что его святым назвать, это минимальная степень, которую приписывают, лишь бы оправдать все его вот эти беззакония, Августин Блаженный, входит естественно в католическую православную сеть святых, так называемых, я вам расскажу всего одно учение, ради которого этого человека не стоит вообще никогда читать, этот человек, 20 лет, который не мог принять христианство, хотя его мама там всячески убеждала, сам он был очень мудрым философом, известным, сам он жил в грехе и не мог от него 20 лет отвалился, причем уже эти 20 лет, которые он, естественно, христианство было повсюду, он сначала был его, так скажем, опроверженцем, можно сказать, даже хулителем, потом становится потихоньку на его сторону, а потом, когда сам становится христианином, становится его защитником, докатился этот человек от собственной праведницы, как говорит, был грешником, да лучше бы оставался им, чем стал таким блаженным праведником, этот человек докатился до такого, что в своих учениях, в своих мыслях, не будучи никаким святым, не признаваемым никем святым, более того, многие свои учения написав вообще не будучи даже христианином, а зачастую, я говорю, только мыслителем, философом и зачастую чуть ли не противником той же самой этой ортодоксальной секты в V-VI веке, докатился до того, что написал, что все дети на земле, рождаемые от начала времен, которые будут рождаться до Второго пришествия, все дети, которые не крестились, не были крещены, дети, причем не взрослые люди, которые, пожив греховной жизнью, действительно услышав благую весть о том, что человек, если ты хочешь жить в раю, если ты хочешь царство небесное и ты устал сам творить дела зла и от других эти дела зла принимать, эта жизнь смертная, она временная, а будет жизнь вечная, если ты хочешь там тоже быть хорошим и чтобы вокруг все было хорошо, начни здесь нормальную святую жизнь, этот человек докатился до того, что сначала он сказал, высказал свою мысль, потом он стал учением, что все эти дети, все эти взрослые люди, которые не были крещены в ортодоксальной секте, даже времен Пятого века, будут гореть в аду, все абсолютно. И это антибожественное, антилюбовное, антихристианское учение, антиисусовое учение, не знаю, как хотите, слово, какое вам удобно, выберите, чтобы ваше это сердце затронуло, и эту лживую мысль блаженного человека, а по сути просто грешника в моих глазах лично, это становится учением ортодоксальной секты, которая прикрывается жизнью и учением Иисуса Христа, что все некрещенные дети идут сразу в ад, ни от чего не зависимо. Младенец, 2, 3, 5, 10 лет, 15, 20, уж не говоря о взрослых людях, даже дети. Стоит ли еще о чем-то вообще говорить после этого? Я думаю, нет. Написано у этого человека столько, что вам тоже не хватит 50 лет перечитать. И такое нуднятино, если честно. Я аудиокниги слушал, аудиокниги намного легче слушать, чем читать книги, потому что я работал тоже все это время, в основном физически, и вот прослушивал аудиокниги, а читал, наоборот, когда отдыхал, так скажем, от физической работы, я стал бродить, бродяжничать, как это говорится, да, с одной Библией в руках, вот, работал руками, где приходилось, и вот слушал аудиокниги. Я слушать их не мог, даже тогда, не говоря уж сейчас, даже тогда они мне поперек горла вот так вставали. Это только одно, и самое яркое, чтобы вы просто убедились, зная такое, вы будете когда-нибудь читать о человеке? Это похоже на Евангелие Иисуса Христа. Августин Блаженный, если еще православная церковь к нему более-менее так, когда они с католиками разругались, то католики, Августин Блаженный считается самым величайшим святителем. Вот этот вот человек. И вот это вот его, кстати, учение. Вы когда-нибудь пойдете в такую секту? Я никогда. Человек что проповедует? Что проповедует эта секта? Православные тоже самое, они стараются так это, знаете. Пока их не спросишь, они вроде так, ну так, краем-боком говорят об этом. Ну, если ты скажешь, что это ложь и бред, и какой же он тогда святой, все, естественно, тебе скажут, что ты еретик. Дальше идем. Максим Исповедник, восьмой там, век какой, написал тоже немало. Вам не хватит жизни, я уверен, особенно если вы не монах сидящий или монашка в пещере с буханкой хлеба во рту целыми сутками изучает бредание ортодоксальных сект. Написал очень много. Кто знает, при жизни его не то что святым называли, этого человека, своя же секта ортодоксальная, несколько раз гнобила, сажала в тюрьму, в оконцовке она и его, Максим Исповедник, и его писца, его ученика посадили в тюрьму за то, что он, поднимая палец вверх, говорил то, что не нравится его секте. Я даже не буду говорить, а что он говорил. Он много вещей хороших говорил. Он не был не святителем. Он был обычным монахом, в отличие от очень многих святых, да. Он не захотел принимать этот сан. Чтобы он ничего не говорил и не писал, а он не мог остановиться, он строчил даже из тюрьмы, кричал, вопил и писал. Его братья иерархи, это ортодоксальная церковь, это православные католики, причем более того они тогда одинаковые были. Одни и была вроде как одна секта была. Что они делают? Они отрубают ему руку и вырывают язык. патриархи, митрополиты, все иерархи высших, самого высшего звена, которые стояли во главе ваших сект. Отрезают руку этому человеку, отрубают руку, отрезают язык. И то же самое, по-моему, делать с его этим учеником или тому только язык или руку. Вот я, честно, я уж не помню. Ну, с учеником тоже что-то делаю. Тоже ему или руку или язык отрезали, или руку, чтобы он... А, нет. А ученику тоже руку, по-моему, отрезают, потому что то он писал, а этому и то, и другое отрезали. Или как это... Ну, то, что Максиму Исповеднику вырвали язык, отрезали руку, это точно. Если нет, может, мне поправить, я могу в чем-то одном ошибиться. Или что ему язык, а его ученику руку, потому что он за ним писал, а Максим Исповедник уже был старым. Поправьте меня, если хотите. Это уже не суть важна. Я говорю, я могу ошибиться в этих небольших вещах, потому что все это уже давно было, но я хочу поделиться своим опытом. Как вы думаете, как вам такой пиар-ход? А на каком основании опять? Обычный монах. Он написал такие вещи, такие вещи говорил. Его при жизни, его секта, не то же святым, я вам рассказал его кончину, его кончина еще похуже кончины, а на Златоуст, тот хотя по дороге в ссылку не доехал, от старости, от болезней умер. Ну, естественно, от таких условий, когда тебя в ссылку явно его там не на караване везли. И он не дошел даже до второго своего ссыльного заключения. Максима Исповедника просто сгнобили, убили. Причем жестоко, как мы видим тоже. Причем не просто, да, убили. Сначала издевались. Сначала попытались сломать человека. Он не сломался. Да, поэтому его, по-моему, потом убили в оконцовке. Что-то я уже забываю. И не хочу к этим роликам. Я буду неделю тогда готовиться, чтобы вам эти доистоверные, так скажем, факты, которые не суть влияют на смысл того, что я хочу донести. Вы можете сами к тем вещам, о которых я сегодня говорил, хотя бы это все проверить. Прочитать житие Максима Исповедника тоже несложно. Оно не такое большое. Обращайтесь прямо на их ресурсы. На православные, католикалы. Если вы иноязычные знаете другие языки, пожалуйста, можете католические почитать. Все приблизительно одно и то же. Кто его называл святым? На каком основании он писал? Он написал тоже очень много. Тоже ломал учения. Кто нарекал его святым? Почему он при жизни, как они все грешные, грешные, супергрешные, позволяли себе? Разве кто-то из современников признавал их святыми? Их не то, что потом. Они жили тихонечко и благочестивой жизнью. И хотя после жизни просто, да, ну помнишь вот этот. Ну да, вроде ничего. Ну давай его блаженным назовем. Вроде столько писаний написал. Давай его тоже причислим. Разве так было? Они вообще были противниками своих сект. И они во время этого противления, когда их унижали, оскорбляли, вот я это на своей шкуре испытываю, они против своих сект восставали. Я на Златоуст, конечно же, против писался. Я говорю, посмотрите, прочитайте Житие, если вам захочется. Вы поймете о той правде, о которой я говорю. Кто был его противником? Вы узнаете, что тот тоже во святых. Уж не говоря, что там целая шайка была. Они делились, как в любом Синдрионе были, эти три партии, которые друг друг ненавидели. Фарисеи, Сыдуки, Эрдиане. То же самое, как в партиях любого правительства. И сейчас в церковных судах, и всех этих сектах там есть свои шайки. Там у нашего патриарха, у него там свои дружки, у его митрополитов другие. Там все кланами, все загоровами, сплетнями, кознями обросло. Там было то же самое все. Религия стала государственной. Переходим дальше. Десятый век. Феофилак Болгарский на рубеже расколов католиков и православных. Пишет он. Вот столько вот. Называет его точно таким же блаженным, как и Августина. Об этом человеке ничего не известно, кто он такой. Вот он где-то сидел, все это настрочил, все это вылилось в мир. Его, естественно, кем-то надо было назвать. Его называют блаженным. Житие. Почти все выдумывают, потому что ничего. Там мало то, что оно вот такое. Прочитайте, пожалуйста. И более того, если вы обратитесь к критическим источникам, вы узнаете, что ничего об этом человеке не известно. Ничего. Даже то, что говорят, это никакое основание общения не имеет. Ни он сам о себе ничего не писал, ни кто-то о нем. Этот человек блаженный, которого потом назвали, а его жизнь никто ничего не знает, позволяет себе не просто толковать Писание, а кто знает его труды, он берет Иоанна Златоуста, его практически дословно цитирует и еще вкрапляет свои мысли. Более того, те, которые вынуждены по какой-то причине решили это все в церкви оккультивировать, понимая, что это никак не разделе, потому что он не писал. Вот Писание, вот толкование на этот стих, вот еще Феофалак болгарский добавил. Нет. Он написал так, что у них было всего два выбора. Либо сидеть самим, ковыряться, все это встречать с 190 тысячами страницами. Ну, правда, понятно, это я так уже шучу, немножко 190 тысяч я не знаю, потому что там касается писания, то, что он так делал, Феофалак болгарский, все, что у Златоуста брал, это в основном по Писанию, да. Поэтому, естественно, там объем меньше, я уж так сказал, 190 тысяч. У них, естественно, два выбора. Либо все сидеть, это ковырять, разъединять, Феофалак-то Златоуста, либо тогда наречь его блаженным и так все это пропихнуть. А там разберемся, что он там наговорил, что написал. Он не говорит, что он не цитирует отцов церкви, он не подписывает, выделяя в скобки от Златоуста, а потом я там наговорю. У него все вперемешечку. Он и Иоанн Златоуст. Кто ему дал право это делать, толковать Святое Писание? Кто его святым при жизни нарек? Почему он это делал? Григорий Палама. Греция, Афон, 15-16 век, 14-й, 15-16 загнул, 14-й, да, по-моему, 13-й, 14-й. Я говорю, я могу уже многие вещи забывать, вы мне это должны простить, потому что время прошло, и тратить больше свое время, жизни своей на вот это я не хочу. Поэтому я лишь делюсь, можно сказать, воспоминаниями. Естественно, они имеют место подтираться. Да, по-моему, Палама, 13-й, рубеж 14-го века. То же самое. Идет огромное противостояние. Восток и уже Запада, так называемого. А Восток, так называемого, Греция якобы олицетворяет Восток, хотя это вообще Европа. Идет противостояние. Естественно, вам Католик скажет, что наш святой. Я уж не помню его тоже имя его противника, который был. Очень сильный богослов, такой же все. И кто помнит, там этот спор за нетварный свет и прочее, там не только за это. Написал он тоже очень много. Вам никогда этого не прочитать. Вам никогда этого не понять. Знаете почему? Не потому, что вы недалекие. Просто мы действительно, я к вам причисляю, мы не доросли, наверное, до этого. Вы знаете, я знаю, что такое Бог. Я всем рассказываю свое свидетельство жизни, того, как я пришел к покаянию. Мне, конечно, жалко людей, искренне от сердца, кому Бог не открывался сам. Потому что, конечно, верят от бумажки, от писания. Наверное, это не твердая вера, им тяжело и утвердиться, и кому-то проповедовать. И вообще, может быть, покаяться даже в своей жизни. Конечно, Бог меня, кто знает, призвал другим путем. Я уверовал не от бумажек. Бог мне явно открылся. И тут, как говорится, к стенке прижал, никуда не денешься. Все, я это знаю про нетварный свет. Я в нем пребывал, я его видел. И ведь тут нечем хвалиться. Во-первых, это не от тебя зависит. Это просто Бог тебе открывается. Вот и все. И тварный он, нетварный. И там в этой природе разбираться. Господи, да и все творение Божье. Тварный он там и нетварный. Все, я это читал. У Григория Паламы, конечно, сейчас набежит тех, кто начнет меня, как всегда, поносить за это. Что я ничего не понимаю. Все, я это читал. Мои родные, дорогие. Я по вершкам, я потом, я вам к чему рассказал-то, что когда я понял, что вот так это не осилить по горизонту, потому что это еще в накопительный идет, я стал, разбил на столбики тоже и с верхних с элит, так называемых стопов, стал опускаться к низу. Естественно, на каком-то рубеже я уже все, уже, уже вот так вот, ты просто задыхаешься. Ты как тонешь, знаешь, в этом болоте. Ты вот идешь и все, и тебя уже вот так, и ты уже понимаешь, что ты зарылся, ты сходишь с ума, и от этого надо срочно просто избавляться от всего. Кто его назвал святым, тоже были гонения. Причем и среди своих его даже на острове, на Афоне, мягко скажем, изгоняли и не принимали, и уезжал он в Византию, и скрывался его и восточный, потому что там уже политические связи византийцы, там мусульмане давят на Византию, им Рим нужен. Ну, там караул. Почему они себе позволяли? Только потому, что они вдруг христиане, только потому, что они вдруг монахи. Понимаете, к чему я, да? Ролики я не просто так себя показал пальцем. Почему вы мне затыкаете рот, если Господь мне открылся? Я проповедую людям истину, которые в свободной, в свободе воли человека избирать добро и зло, избирая добро, человек будет всегда блажен и в этой жизни, и в будущей. На каком основании вы затыкаете мне рот? Посмотрите на своих проповедников. Посмотрите сначала на своего, на нашего, так скажем, да пусть даже на вашего бумажного, потому что мой Иисус не бумажный. Он-то это как делал? Кто ему дал право? Игнатий Брянчанинов с Феофаном Затворником Вечное противостояние. Кто прекрасно это знает, отрицать. Это будет только глупец. И пытаться опять все это замаливать, вот так закрашивать. Они терпеть друг друга не могли. Они даже не встречались никогда. Митрополит Московский, по-моему, когда к нему приехал Феофан Затворник, он ему, по-моему, даже дверь не открыл. Или наоборот, что-то, я уже все это забываю, но так приблизительно. Филарет, да, Филарет Московский, вспомнил. Трех царей, девяностое сколько-то лет прожил, патриарх московский. Вот они три. Они друг друга терпеть не могли в свое время. Жили все, все и на, это, все в своих кельях сидели. Кто им дал право писать? Они друг друга святыми признавали, никакими святыми, они еретиками друг друга называли. На каком праве они пишут свои писания, когда другой тебя называют еретиком? Точно такой же. Сейчас они у них все во святых. И Филарет, и Феофилакт, и Игнатий Брянчанинов. На каком основании они писали? А уж Игнатий Брянчанинов, а уж Феофилакта и Филаретовы. Грешны, грешны, почитайте. Грешны, грешны, супергрешны. Это красная линия их писания. Кто мы такие? Все по святым отцам. Да вы почитайте, что они пишут. Они подают свое видение святых отцов. Друг с другом они не согласны. О, все трое опираются на святых отцов. Единогласное мнение святых отцов. Сейчас, которые проповедники вырывают у каждого, каждый, что хочет. И те, кто вырывают, тоже с друг другом не согласны. Представляете эту цепочку? Начинало все с Иисуса. И пошло-поехало. Сейчас мы до современников добираемся. Какое ты имеешь право мне тыкать? Он там понаберет по любой теме Фиафилакта, Брянчанинова, Филарет и тыкает. Мне говорят, слушай, они сами даже друг друга не признавали. Ты у одного это взял, у другого это взял. Они друг друга не признавали. Я это знаю. Они друг друга святыми не признавали. Они друг друга писания почитали ересью и богохульным, душевредными писюльками, как я это люблю выражаться. Вы почему-то потом решили сделать их во святых. Ихние писюльки святыми. Писания эти. Я даже вот это... Вот откуда во мне этот гнев? Да вот все оттуда. Вы натягиваете на людей бремена неудобоносимы. Ну, говорили они в свое время. Обличали там тот же самый культ свой. И ладно. И канул это в лето. Кто им давал право? Писать они начинали тоже с молодости. Мне 37, я не мальчик. Мне когда надо, я всем говорю, начать проповедовать? Когда у меня губы еле шевелятся будет. Вот такая седина будет. Когда вы будете батюшкой, батюшкой. Я буду да, 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 да. Господи помилуй. Господи помилуй. Так что ли это надо? Такой был Иисус. Иисус проповедовал в силе тела. В самые жаркие годы любого человека. 30 лет. 30-40 лет. Золотой возраст. 50. Дай Бог, я говорю, Господи, благослови хоть до 50 здоровьем. Чтоб хоть как-то послужить. Конечно, кто ты до 70, до 80, ей не спорю. Вам рассказать, когда Игнатий Брянчанина в монахе подался или феофилак в болгарске. Захотите, сами узнайте. Все они с юных лет служили Богу и отдавали свою жизнь Богу. Узнайте. Что я еще хотел? Ну и все. Заканчиваю современниками. В принципе, той мысль, у которой я в принципе и в этом ролике вам, где он есть у меня, мы к нему и возвращаемся. Я думал, ролик в 2 часа получится полтора. Но я еще кое-что скажу. Ну, по 2, максимум. Мысль еще и с нее начал, повторил этот ролик. И чуть-чуть еще по писанию. Более просто конкретные вам факты. Эти ролики мои на проповеди, я не утруждаю себя какими-то ссылками. Я говорю, в свободной форме. На Библии мы читаем. Мы почитаем с вами когда-нибудь что-нибудь из преданий обязательно. Но опять же, я вас всяким мусором, соломой и пустыми плевелами кормить не буду. Мы почитаем что-то действительно полезное. Что найдем, если это получится. Вот вам пример. Надо вам все это. И вот эта вся ложь. Я уже подытожу тогда свою мысль, которую я говорил. Читайте Писание Святых Отцов. Ты сам читал их. Ты сам, хочешь сказать, читал их. Сколько ты прочитал. Расскажи мне, когда ты это прочитал. Ну, на дурака ты еще, если у тебя вообще сердца нету и совести. Как это выражается. Я, конечно, совесть не признаю. Не считаю, что это часть человеческой природы. У человека есть я. Вот это я может брехать, почем дай только старику Руба. Ну, дураку ты, может, соврешь. Такому, как я? Нет. Я сам опытом прошел. Когда ты читал, какой жизнью ты живешь? Я узнаю, что у тебя семья есть. Да ты и Тома Иоанна Златоуста вряд ли когда-либо осилил. Это огромные объемы. Их невозможно осилить. Каждый там что-то вырывает. Слушайте, действительно, Евангелие не можем понять. Все эти бредни православных на протестантов тычут, что они типа развалились только потому, что вот именно они ни в одном духе все понимали. Господи, помилуй. Да кому вы эти сказки плетете? Да сейчас YouTube включи, и вся эта ложь ваша на экране. Потому что вы точно такие же. Я фамилии не хочу перечислять. Вы сами их знаете. Я не люблю вот эти вещи просто. Всех современных проповедников православия. Этих богословов, иерархов, простых священников. Мириан, которые проповедуют. Да они терпеть друг друга не могут. Они не общаются вообще. Они обличают друг друга. Также на этих каналах их, в частности, и личности, и ереси, и по кочкам друг друга носят. И кости перемывают. И по Писанию все доказывают. И по преданиям святых отцов. Это мы с вами еще не затронули правила. Все эти церковные соборы, предания. Ой, Господи, туда и лезть-то я вообще не хочу. Это вообще какие-то дяди Степы на каких-то соборах что-то там придумали. Ладно, хоть отдельный человек, он может и быть святым. Знать бы его жизнь наверняка. А это какие-то дяди Степы без имены. Что-то мне там придумали. Я проославим с самого начала говорил. Вы давно умалили жертву Иисуса. Вы выбросили все его Евангелие. Она вам не нужна вообще. Вы даже не пытаетесь с ним слечить те бредни, в которые вы залезли. Даже не пытаетесь. Попыток даже нет. Я уж не говорю о том, чтобы, более того, когда они признают очевидную ложь, они даже не пытаются это как-то исправить. А если пытаются, конечно же, эту машину уже не сдвинут. Это мертво вкопанный гроб. Склеп. Ничего с ним уже не поделать. Ну что, напоследок у нас остается очередной, зачитаю вам, комментарий с моего канала Христолюб проповедь или голос выпьющего в пустыне. И закончу своим выводом и пожеланиями для вас. Александр А.А. пишет. Ну, переходить на его канал я не буду там ничего интересного, как всегда. Ни кто это, ни что это за человек. Уж тем более, как он живет, что проповедует, вы никогда не найдете. В основной своей массе, это, как вы видите, безликие картинки, ничего не узнать. Эти люди каждый раз пишут под новыми аватарками и так далее. Я даже, наверное, ничего не буду комментировать. Я вам просто целиком... Ну, или ладно, как буду читать. Вставлю свои пять копеек. Печально все с тобой, братишка. Ну, ты мне не братишка. Встречал такого, как ты, это обычная гордыня у тебя. Ты себя сделал последней станцией. Ну, конечно, сделал. Я за себя сам, в отличие от вас, буду давать отчет. Вы же будете тыкать на всех подряд, как это делал Адам и Еву, что все виноваты вокруг вас. Потом, когда выяснится, что вы жили по лжи своих святых отцов, это вас не избавит от наказания, как не избавило Адама и Еву. Как я считаю, ту истину. Естественно. Каждый человек для себя истинно почитает то, что он почитает. Главное, чтобы это сердце было искренне алчущим и жаждущим евангельской правды. Случайно набрел на твой канал. Искал видео, как безбожники на крещении купаются. А, это к моему ролику крещения, который я вчера выпустил. Уж просвещу тебя, ну просвети. В православной традиции все праздники отмечают в храме молитвы. 4-6 часов идет служба ночная, называется всеночное бдение. Только пришел. Все эти купания устраиваются безбожниками для забавы. И никакого отношения они к празднику крещения Господня не имеют. Даже если на этих купаниях присутствует священнослужитель. Увы, больна сейчас наша церковь из-за таких батюшек. Ну, это у вас вечный отмаз, что у вас церковь больная. Жаль мне тебя, братишка, искренне погибает душа твоя. Я тебе не агитирую, говорю как есть. Люди до тебя тоже жили, тоже верили, тоже хотели спастись. А ты по своей гордыне, упрямству, тот духовный опыт, что был накоплен. Мы сегодня с вами об этом духовном опыте почитали. За две тысячи лет просто отверг. А ты его читал, вот я вам. Я говорю, я даже рад, что мы этот комментарий с вами читаем сегодня, как я обычно делаю. Вроде как по традиции читаю вперед и говорю. Ну, и не то, что этот комментарий явился основанием для видео. Как-то у меня у самого на сердце легло еще вторую часть вот к этому видео записать, где вам сказано в писании. Я, кстати, переделал вам сказано в предании, а я, христолюб, говорю вам, да. И тут еще такой комментарий, прям одно на другое наложилось. Вот этот опыт двухтысячелетний, этот человек вообще читал. Вы знаете, советовать другому что-то, на, ты попробуй, сам никогда это не пробуй, это, может, мышь, як давно. Вот эти люди делают именно это. Он никогда этот опыт двухтысячелетний не изучал. Я надеюсь, и я убежден в этом, я сегодня вам это показал. Это вообще вне физических сил человека. Вне физических сил человека. Он не может советовать и не имеет права другому, чего не сделал сам. Ты можешь ручаться за истинность того, что написано в этих бреданиях 2000 лет. Нет. Ты не читал ничего из этого. Но я сейчас, конечно, уже так утрирую. Ты читал, может быть, что-то. Но ты не прочел даже всего. Я над золотого... Это уж точно. У тебя не было ста лет жизни. Не было. Я в этом убежден. Нет, можешь поправить меня, хотя я его, по-моему, заблокировал. Это как, если бы ты сейчас пренебрег прогрессом, в материальном плане ходил бы пешком, срам прикрывал листиками. Ну, во-первых, хожу я пешком, и так, и срам у меня нету не срама, а у меня есть Богом данные разные органы, и я прикрываю их разными одеждами. И что дальше-то? Странно, что у тебя не возникал вопроса, откуда Библия появилась. Как она до меня дошла, кто сформировал и определил такие книги, в нее войдут. Интернет под рукой, только ленивый, мог так поступить. Ты будешь удивлен, но именно ты секта. Их потому и много различных церквей, в кавычках, что были и есть люди, как ты, которые решили по своей гордыне, что церковь им не указ, и что они могут понимать Слово Божье сами. Причем каждый понимал по своему испорченному уму, каждый, как и ты, считал, что только он и прав, что только он понял настоящее христианство, а все остальные, как ты, выразился, секты, со временем они бросили единомышленниками, обросли единомышленниками, так и появились в церкви секты. Что из этого хочу сказать? Во-первых, как вы видите, я уж вам много раз, кто мои ответы на вопросы или проповеди смотрит давно меня, тот уже убедился в том, что, конечно же, люди делают вывод обо мне и о моих суждениях только на основании. Он стоит на всеночном бдении, на который только что пришел, и просматривает ролики в интернете, наверное, на смартфоне, там, наверное, так весело, что ему заняться больше нечем. И он, прослушав это одно мое видео, делает вывод о том, что я никогда не задавался вопросом, он не знает ничего обо мне, этот человек. Причем, в отличие от, наверное, 99% блогеров, проповедников, христианств, каких угодно там блогеров, священников или иерархов, или простых мирян, я один из немногих, кто свою жизнь последовательно излагает все время. И на канале Христолюб Лайф можно много чего обо мне узнать. И даже исходя из этого ролика уже, и в том ролике я и так расползаюсь, как река по древу, да, или как там пословицы говорятся, да, и мне и так ролики по три часа. Ты что хочешь? Я в каждом ролике свою жизнь рассказывал. У меня есть канал Лайфа, о моей жизни все известно, кто я, как я пришел. Человек удивляется, что я никогда не интересовался, откуда Библия появилась. Вот я уверяю, что ты ее даже никогда не читал целиком. Вот это я в этом убежден. Вот такие вот обо мне суждения, да. И по поводу того, что я единственный тут решил, и это признак еретиков, и вот таких, кто церкви лже об это основывает, я вам уже, надеюсь, показал, что все те ихние, так называемые, которым говорят, учителя, и которые явились авторами предания, в глазах своих современниками тоже были никто, а зачастую были богохульниками, противниками, еретиками вашей же самой секты. И лишь через года их делали святыми. Я надеюсь, я сегодня это вкратце вам показал. Поэтому это не только я считал. Все ваши учителя так считали, да. Они именно так делали. Они говорили и учили от себя. Именно из этого и сложилось ваше якобы христианское, на самом деле, псевтохристианское, антихристианское, лживое учение, только лишь прикрывающиеся жизнью и учением Иисуса Христа, но по опыту жизни ничего общего с ним не имеющего. Уверен, историю церкви настоящей ты не знаешь. Это мне человек пишет. Я два раза в православную семинарию поступил, оба раза я все сдавал на отлично. Было три предмета по истории. Я уже много раз это рассказывал. Была история мира, история России и история, даже четыре. История мира, история была церкви, история России. Не так. История мира, история России, история церкви древней, вот этой до тысячи лет. И когда тип скрещения Владимира, история русской церкви. Четыре предмета по истории. Причем я не один год, а дважды поступил. Поступал оба года, я все вступительное сдавал на отлично. Этот человек мне пишет, и он меня не знает. Он ничего обо мне не знает. Даже католики и ретики, которые в отличие от тебя имеют апостольское преемство. Да мне никакое ваше апостольское преемство ветхозаветного священства, которое вы придумали в своей секте, оно мне не нужно. Эта римская поместная церковь православного обряда раньше была основана апостолом Петром. Да откуда вы знаете, кем она там была основана? Уже то, что она была основана Петром, это только ваше бред. Да, они у меня дают ссылку на азбуку.ру. Спасибо. Я все это в свое время перечитал, мой родной. Тебе обязательно надо знать, что это. Довожу до тебя прописную истину. Понимать, слово Божье правильно мы никто не можем. Ну, это ты не можешь. Ты можешь, ты не можешь. Ты сам о себе свидетельствуешь. Не мы, а ты. Ты за себя говори. Ты не можешь. Вот, вы знаете, меня такие проповеднички чем удивляют? Они проповедуют ничто. Я ничего сказать не могу. Мы ничего не знаем. Ты ничего не знаешь, по тебе видно. Переходишь на твой канал, я думаю, я это и так публично делаю, сегодня не буду. Там ничего нет. Там ничего нет. Ну, хорошо, хоть русское имя и какие-то инициалы написаны. Все. Все, что можно узнать об этом человеке. Все, что он вам сможет дать, если вы обратитесь, ничего. Вы даже обратиться не сможете, потому что там нет никаких контактов на этом аккаунте. И вот эти проповедники ничто учат меня жизни. Любой читающий слово Божье обязан понимать только так, как учит церковь. Какая церковь? Я вам уже рассказал о противоречиях в этой церкви. Иоанн Златоуст борется с другой шайкой по другую сторону этой же церкви. Игнатий Брянчанин со своим. Григорий Пополама со своим. Максим Исповедник со своими. Кто из вас церковь? Когда формировалась Библия, это было одно из правил. Те книги, что вошли в нее, написались людьми в духе святом. И толкователи тоже были в духе. Но ты можешь ложную аксиому принять и жить в ней. Это твое дело. Их можно часто увидеть на иконах в любом храме. Да, ну нарисовал ты на стене, что храм построил. Разве Иисус хоть один храм построил? Разве Иисус хоть одну икону нарисовал? Как эти люди понимали Библию, так и мы должны понимать. Ну, ну, ну. На этом и стоит учение церкви. Ты хоть раз, ты хоть один том Иоанн Златоуста прочитал? Ответь мне. Я знаю, что нет. Наша же с тобой омраченный ум. Это твой омраченный ум. Мой ум светлый. Мой ум Христов. Я знаю истину. Она в том, что человек всегда, даже перед лицом смерти, может избрать добро и должен это делать. Ибо только от этого избирания добра он и вкушает жизнь вечную. У тебя омраченный ум, и ты ничего не знаешь. Ты сам о себе свидетельствуешь. Я свидетельствую. И дела мои свидетельствуют о другом. Ум не может его понимать. Значит, Иисус пришел к дуракам, к омраченым умам, которые не способны его понимать. Вообще-то Дух Святой снизошел на них после того, как Иисус поднялся на небеса. Так зачем же Иисус три года напрягался, говорил ученикам? Слушайте, если ученики уж его не понимали, зачем он вообще говорил в Нагорной проповеди всем? Простым людям, грешникам. Зачем он спорил с фарисеями, если у них омраченный ум, они ничего не понимают? Православные это вообще, там, простите, там ноль просто в голове. Вот он то, что проповедует, он слышит вообще? У него помраченный ум, он ничего не может, он ничего не знает. Что ты можешь доброго дать людям? Что? Кого ты будешь цитировать? Феофилакта? Феофана? Иисус пришел к простым людям, к погибшим овцам дома Израиля, с омраченным умами и говорил им простыми устами, простыми притчами, простыми словами, чтобы они поняли его и стали любить друг друга и все его творение. О чем ты пишешь? Послушай себя со стороны. Тебя твоя гордыня не дает это осознать. Так и единица пал по гордыне, решил, что он все сам может без Бога. Пытаясь понять Библию своим поврежденным грехом, грехом умом, ты так и не осознал, что церковь основали не апостолы, а Христос. Он наш глава церкви. Представь туземец, который вдруг решил сунуть пальцы в розетку, при этом рядом стоит электрик и говорит, братуха, не надо, больно будет электричество, щад долбанет. А туземец и знать не знает, что такое электричество. Ты уж не обижайся, братишка, ты мне не братишка. Но туземец это ты электрик, церковь, электричество. Это наша жизнь, то экзамен, что дал нам Господь для спасения души. Но по своей гордыне и потому, что ты туземец, ты не смущаешь, не слушаешь электрика. Ты так самоуверен и не боишься только потому, что как у обычного безбожника, у тебя нет знаний об аде. У тебя знания об аде есть, да. Ну да, у меня есть знания о рае. Ты знаешь, мне когда Господь открылся, я узнал, что Бог – это абсолютная любовь. Может, даже ты в него не веришь. Я верю, что вы туда все пойдете, кто не будет жить по закону любви ко всему Божьему творению. Уверен, что мои пять копеек тебя не заставят даже задуматься. Гордыня недаром – самый опасный смертный грех. Мне, дорогой ты мой, не братишка. Нечего из твоего комментария к моему видео вообще взять. Ты проповедуешь ничто, ноль. Просто абсолютный. Вот такие мои родные, любимые, братцы, сестры во Христе, все люди на земле, мое видео и слово, и комментарии. Надеюсь, вам этот ролик был полезен. Что я хочу вам в оконцовке сказать от опыта жизни? Выбросьте все это на помойку. Читайте Евангелие. Я многих из вас знаю. Много через меня за 10 лет христианства, за 3 года в интернете, несмотря на то, что я маленький блогер, достаточно людей. Сколько мне писало, звонило, переписывались, общались. Все-таки я какой-то опыт, думаю, больше вас, тех, кто меня слушает, и тот, кто не является сам, допустим, блогером. Конечно, может и такие есть. Но основная масса, естественно, не таких. Я вам от опыта скажу. Забудьте вы все это. Это ничего вам не даст. Все эти предания человеческие, вы с ума сойдете от них. Вот эти люди, которые, вы с которыми будете общаться, они будут говорить не от опыта. Они ничего не познали. Они будут учить вас пятерному сайту. Будут рассказывать, как там, ты знаешь, святой там. Сам он этого никогда не делал. Сам он не пережил, понятия не имеет, на чем говорить. Но он будет вас учить пятерному сальто назад с тремя поворотами, как делал это тот святой. Сам никогда этого не делай. Он сам пишет, что он с помраченным умом. Как вы слушаете совета от людей, которые сам вам признаются, что он ничего не знает, и у него помраченный ум. Это похож... Этот человек, который мне пишет, он похож на Иисуса? Это на того Иисуса, который сказал, он похож на ученика Иисуса, который своим ученикам заповедовал, сотворить и научить. Который все молчащим и жаждущим евангельские правды открывает ум к разумению и Писанию. Это вот этот вот помраченный человек с пустым просто сердцем, которому, как он говорит, ничего нету. Он грешник, грешник, супергрешный. Он ничего не знает. У него помраченный ум. Вы будете советы этого учителя слушать, а он вас учит, он же учит вас. Али, конечно, будет говорить, что они этого не делают, но он учит. Это он мне сейчас все написал. То, что он мне написал в комментарии, он не сослался ни на какого святого отца. Более того, он не мое учение разбирал по косточкам, он меня разбирал по косточкам. Какой я грешный еретик. И меня разбирал не святой отец, это он разбирает меня по косточкам. Какой я никудышный человек. У кого вы будете учиться, я всем всегда говорю, выберите себе сами учителя. Вот у меня учитель Иисус, он никогда не говорил, что я помраченный ум. Он о себе говорил, я свет. Никто не признавал его за свет, а он о себе говорил. А говорил он так, не верите мне, посмотрите на мои дела. Я всем говорю то же самое. Пожалуйста, не верите мне, почитайте писание. Я что против? Он говорит, надо читать писание, надо читать отцов. Пожалуйста, мне даже Антоний Великий записан на канале. Кому нужно писание, предание отцов? Начните хотя бы с Антония Великого. Начните хотя бы с Ветхого Завета. Я на Зотоусте, я никогда не буду записывать на канале. Сто лет мне на чтение не хватит. Представляете, сколько надо? Я Ветхий Завет не могу записать. Год пишу. Новый Завет записал за три месяца. И лучше посвящу свою жизнь второму кругу, что я собираюсь сделать, чем я посвящу 300 лет жизни, которых у меня нету, на чтение со своими комментариями. Причем лучше сразу не Анна Златоусту, а сразу Феофилакта Болгарского, чтобы еще накрутить, чтобы еще лет на 500. А лучше взять, кто знает, я сейчас не юморю, не хочу его обидеть, Игнать Тихон Члапкина, кто знает такого православного в интернете. Он еще написал комментарии, на комментарии Феофилакта Болгарского, который написал комментарии на Анна Златоуста, который написал толкование на Священное Писание. Христолюбу, я думаю, надо купить все 28, или сколько вы знаете, Тихнич, или 48 томов, и на них написать, и их зачитать на своем канале Христолюб Библии. Вы смеетесь? Вы прикалываетесь или что? Мне вот смешно, даже было, я еле удержался, чтобы раньше не засмеяться, допроизнести эту фразу до конца. То есть, Христолюб на канале Христолюб Библии, чтение иных писаний прежде всего должен все удалить, те 800 роликов, которые мне записаны, послушав этого Александра с помраченным умом, и записать чтение и комментарии Игнать Тихон Члапкина, который написал комментарии на Феофилакта Болгарского, который написал комментарий на Иоанн Златоуста, который написал комментарий на Священное Писание. Вы прикалываетесь надо мной? Кто меня вот уличает в то, что я блокирую таких людей, скажите мне, пожалуйста, какую пользу я могу от этих людей получить? Человек сам, он прямо себя ставит моим учителем, он же мне дает советы, он обличает меня, он укоряет меня, он говорит, что мой путь неправильный, какой путь я должен стать на правильный. И этот учитель говорит, что у него помрачен ум. Зачем мне учитель с помраченным умом? Да я лучше выберу учителя со светлым умом, и придя к нему, мне дня, два, три, недели, месяца, года хватит на то, чтобы познать, его ум помраченный, я по делам увижу, это от гордыни у него помрачился ум, или это правда, вернее, человек, который будет мне говорить, я с чистым умом, я светлым, я сейчас скажу тебе истину, и я пойду за таким человеком, и я через день, через два, а может через неделю, через месяц узнаю, этот человек со светлым умом, по его делам, что он мне будет говорить, что он будет делать. Когда человек сам о себе говорит, что у него помраченный ум, вы пойдете за таким человеком? Я никогда. Когда мне слепой скажет, пойдем за мной, я проведу тебе прекрасную дорогу, я понимаю, что мы оба упадем просто в яму. Вообще, слышите этих людей, и слышите это зомбированное, лживое учение, несоответствующее учение Иисуса Христа. Иисус говорит, я есть свет, я есть путь, я есть истина, идите за мной. Он говорит, какая гордыня. Иисус говорит, идите за мною. И ученикам, говорит, тогда светит ваш, ваш, не мой свет, а ваш свет, чтобы люди видели ваши добрые дела, вашу жизнь. Естественно, она будет от того, когда вы примете в себя мое учение, любите врагов, правильно любите ближних, правильно любите любящих вас, да, и да прославит Бога в день посещения. Да я лучше пойду за таким гордым Иисусом, за его учеником, который через слово говорили, я, я, я. Я. вы видите, я вам всегда контраст подаю. Выберите себе учителей, выберите. Человек, который заранее говорит, я ничего не могу, но сейчас тебе вынесу мозг, как вы считаете, вы будете таким человеком? Даже общение, как мне говорят, какое общение света с отьмой, что я могу? Человек говорит, я тьма, я свет, я пустота, я ничего не знаю. Вон святые отцы. Ты читал этих цветов, я видел этих святых отцов. В общем, я высказался, ролик на ровно два часа. Меньше писать я не умею. Надеюсь, вам было полезно, зидательно. Я не знаю, что еще прибавить, убавить. Можно сколько угодно, я говорю, вот это бла-бла-бла, водить вилами по воде. Вы просто людей обманываете. Вы сами ничего не достигли и не можете ничему, естественно, ничего не достигши, научить. Я никому не рассказываю сказки, никому никогда не советую, чего делать, чего я сам не познал опытом. Я не говорю, что надо не есть неделями, потому что я сам, не евший неделю, не понял ничего из этого, какую мне это пользу дало. Я никогда этому не говорю. Но когда я знаю, что убийство животных причиняет человеку зло, а не убийство просвещает свет и разум дает человеку, естественно, это проповедует. Посмотрите на меня. Да, я так и говорю, как говорил Иисус, и говорил, чтобы его ученики сотворили, и они так научили, когда сотворят. Они будут знать, чему они будут учить. Что это говорит человек? Про Иисусову молитву там байки, песни поют. Я ничего не знаю, вот святые отцы так говорят. Да ты, если никогда ее не... Если ты ничего не знаешь, зачем ты вообще об этом говоришь? Сиди, молчи, в тряпочку. Все. Я вам желаю от всего этого избавиться. Искренне, от чистого сердца доброго желаю. Читайте побольше Евангелия и чистым сердцем, алчущим и жаждущим правды просто пытайтесь вникать. Вам придется, чтобы просто уразумевать его, вы, конечно, у вас мир перевернет с ног на голову, уберите все закваски. Попытайтесь мыслить не старыми шаблонами. Если вы в этих сектах или на переломных моментах находитесь, если вы уже встали на путь и идете дальше, продолжайте. Читайте Евангелие. Те четыре синоптических Евангелия, которые у нас есть, неважно в каком, в синодальном, в новом русском переводе и даже в Евангелии, запомните это раз и на всю жизнь, даже это Евангелие, дошедшее нас через призму и сета всех этих сект, это поле с плевелами и пшеницами. Вы посмотрите, какие люди правили этими сектами, что они вытворяли, эти патриархи и папы, ихние святые. Как вы думаете, в каком виде до нас дошло Евангелие? Но даже этого Евангелия, я бы этого никогда не говорил и уже не пропоил, давно бы отрекся, если бы не видел и не понимал, что насколько в Евангелии, даже в том, как бы не пытались Бога замазать и исказить, насколько в нем много света и любви, добра и истины. Все, что вы видите, лучшее, светлое, самое доброе, все всегда припишите Богу и истине. Все, что зло, выкиньте просто. И обязательно жить по этому надо. Забудьте обо всем, что вас учили в ваших сектах. Иисусовые молитвы, апостолы, акафисты там все, все это выбросьте. Практики, поклоны, делайте все, что вы видите в Евангелии, как делал Иисус. Если вы не живете по Евангелии, вам даже деяния книги, послания апостолства ничего не дадут. Обратитесь к чистому первоначальному источнику, ну, в том варианте, в каком он есть, у нас бумажно все. Оттуда потихонечку вы начнете прозревать, как тот слепец, которому Господь потихоньку открывал глаза. Сначала он видел людей, как проходящие деревья, но потом прозрел. Все будет потихонечку. И жизнь, как тот же самый Иоанн Лесович писал, жизнь познается по силе бытия. Очень мудрая, хорошая у него была цитата, фраза. Я ее до сих пор помню. Это так и есть. Опытом жизнь надо проходить. Все вот эти бла-бла-бла. Человек написал вот такое вот сообщение, даже он на экране в один этот не помещается. Пустоты. Ничего, ровным счетом. Бла-бла-бла. Церковь, церковь, святые, опыт. Что это такое? Как это? Где это? Пустые слова. И я, и общий посыл. Я никто, и звать меня никак. Мне такие учителя даром не нужны. У меня на этом все. Надеюсь, если был вам полезен, отраден, я от этого всегда сам счастлив и радостен. У меня уже все пересохло во рту. Со всеми я с вами прощаюсь. всем желаю всякого блага, желаю достичь не только познания истины, хотя и этого прежде всего вам желаю, но и достигнуть совершенства в жизни, в любви ко всему Божьему творению, живя по той истине, истине, которую вам Господь обязательно откроет. если вы всем своим чистым сердцем обратитесь к Богу Иисусу Христу и попросите открывать вам чистое, чистое словесное молоко, которым он питает незримо каждого человека, которого он же приводит в бытие.